Книга «Открытым оком», вопрос 520, тема богослужения. При венчании ваш священник спрашивает, не обещался ли другой другому? Почему в других храмах сейчас не спрашивают, и нас не спрашивали об этом? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Принято спрашивать то, что неизвестно. Думаю, что священники отлично знают, что почти 100% брачующихся не только имели добрачные связи с этой невесткой или с другими, но и вообще намерены продолжать их и дальше. Посмотрите слово «венчание». Есть. Что оно предполагает? Венцы, покоящиеся на головах жениха и невесты. Они цари. Так сохранилось во всех православных церквах, начиная со старообрядцев. В московской же патриархии придумали надвенчание. Друг и дружка, жениха и невеста держат венцы над главами их, и они вообще не венчанные. Попробуйте узнать, с какого времени пошло это кощунство. А если рассудить глубже, то так и надо. Как говорит Иван Златоуст, венцы означают сохраненную девственную чистоту. Если же они пали еще до сражения, до брака, то никакой воин не увенчивается. Поэтому венцы им дают только понюхать. По логике вещей, правильно, что нет сегодня никакого крещения, потому что нет катехизации, нет обращения, и поэтому все замирает на символе, мокрые ладошки по волосам. Чтобы после меньше быть виновным в нарушении обещаний, данных при таинстве, остается сделать последний шаг, и как в Новосибирской церкви причащать разведенным вареньем. Так и при венчании, венцы держат стоящие сзади дружки, и венчания нет, и было ли бракосочетание, пока не видим. И хорошо, если нет ничего, потому что сплошь и рядом придумали развенчивать, так как брак оказался неудачным, и нужно пойти к архиерею, и он же благословит развенчаться, размонашиться, и молодые вновь поют «Ныне отпущаешь раба твоего». Продолжение следует...